Приветствую вас, приветствую, дорогой. Ты, я так понимаю, будешь вещать со своей винодельной, правильно? Да, да, да. Я еще здесь на винодельной. Как настроение? Слушай, настроение отличное. Во-первых, в первую очередь тебя увидел, это самый важный момент, что у нас сейчас, дай бог, получится все. Да, я смотрю, вот как раз бутылочки у тебя стоят, все круто. Ну что, дорогой друг, я в любом случае очень-очень рад тебя видеть, как всегда. Я тоже. С тобой всегда очень приятно общаться. Сегодня, я думаю, мы с тобой поговорим о многом интересном, того чего, то, что происходит сейчас в Армении, то, что происходит вообще в целом в виноделии мира, с точки зрения того, что где место армянского вина в мире, да? Ну и, конечно же, поговорим о тех технологиях, которые ты применяешь и, соответственно, про твои фруктовые вина, фруктово-плодовые вины, которые ты делаешь. Это очень круто, поэтому радует. Ну что, дорогие друзья, мы потихоньку будем начинать. Вак, ну, во-первых, помимо того, что тебя все, кто будут присоединяться сейчас, приветствую. Я хочу напомнить о том, что мы, нам за лучший вопрос сегодня будет приз. Это армянский винный гид в твердой обложке. Это версия, которая вышла в прошлом году. В этом году презентация винного гида должна была быть 21 мая. Ну, по понятным причинам мы ее, соответственно, перенесли. Не отменили, а именно перенесли. На этом мероприятии, как правило, всегда приезжают все лучшие виноделы из Армении и со всеми можно пообщаться, познакомиться, поговорить. Я думаю, что для многих это сказка. Ты сам как считаешь, ты как считаешь, где раньше появилось виноделие, в Армении или в Грузии? Очень коварный вопрос. Но я на него постоянно отвечаю, поэтому мне очень интересно твое мнение. Я понимаю, что ты все-таки в Армении, но интересна твоя мысль. Где появилась виноделие? Вот как раз Анзор, это один из лучших ковистов компании Метер, присоединился к нам, Анзор, я тебя приветствую. Вот сейчас как раз задал вопрос по поводу того, где появилось раньше виноделие, в Армении или в России? О, в России, говорю. В Грузии. Чтобы не обидеть наших грузинских товарищей. Братьев. Братьев. Да, я так скажу. Одновременно появилось и в Армении, и в Грузии. Так как, ну, вообще, по моему мнению, да, виноделие появилось не от местности Армении или не от Грузии, появилось от Армянского Нагоря. Вот знаете, да, есть Армянское Нагорье. И вот это Нагорье, ну, сейчас именно туда входят и территории из Турции, да, и из Армении, и даже часть из Грузии, да, и так конкретно сказать, что вот именно вот с этого квадратного метра появилось, да, виноделие, никто не может. Но то, что в общем взятое появилось и на деле из Армянского Нагорье, вот именно есть на этом уже факты, основы, можно это утвердить. Так. Я думаю, я не обидел наших грузинских братьев. Нет, ну послушай, грузинские братья все прекрасно все понимают, те, которые вообще в мире вина. Есть косточка, есть винодельня. На сегодняшний день винодельня самая старая в Грузии, в Грузии, в Армении, в Армении один, а самая старая косточка виноградная, она в Грузии. Теперь надо думать, когда появилось виноделие, когда выросло растение или когда появилась винодельня сама. Поэтому это вечный вопрос, я считаю, что... Да, это то же самое, что раньше, яйцо или курица. Да, поэтому в любом случае сортовые сорта не пересекаются, у каждого свое, каждый по-своему это видит. И я считаю, что все, что сегодня происходит в Армении, к чему я подвожу, кстати, вот за мной это новый винный гид, который должна была быть презентацией. И, в частности, вина Вага Георгьяна, они тоже есть в этом гиде. Это вот как раз предыдущая версия. Вот. И, Ваг, тебя, ну, вообще, что касается, знаешь, ощущение складывается, когда речь заходит о каких-то гранатовых винах там и так далее, сразу в голову приходит в первую очередь ты. Потому что как ты подходишь к этому и как ты делаешь, это очень хорошая тема. Мы с тобой поговорим по поводу нее, что такое настоящее гранатовое вино, но чуть попозже. Ваг, давай начнем по порядку. Ты когда вообще, что тебе в голову стукнуло вообще заниматься вином? Зачем ты вообще им занялся? И что было в первую очередь, это были плодовые или виноградные? Нет, первое именно было гранатовое вино. Ну, вкратце я так расскажу. У меня, я по образованию экономист. Здесь в Армении закончил институт народного хозяйства наше, сейчас оно по-другому называется университет, экономический университет. И после этого занялся производством стекла, производством бутылки. Был короткий период, когда я работал в Краснодаре на территории России, производил там сувенирные бутылки под коньяк для коньяка и работал с российскими знаменитыми заводами. Вот Кизлярский коньячный завод, там Московский кристалл. Вывод стекольщиков, так сказать. Да. Потом в 2005 году, ну, как истинный армянин, да, должен был уже думать о том, что время пришло для того, чтобы жениться и обосновать семью. Потому что мне уже тогда было 28 где-то так. Ну, у нас так принято, что всегда родители говорят, что вот время пришло и хватит, так сказать, уже нужно вести осознанную жизнь. И приехал в Армению и в Армении снова начал заниматься производством стекла. И произвел бутылку в типе граната. Потом нашел вариант для того, чтобы сделать красное стекло, чтобы бутылка очень была похожа на гранату. А у тебя же есть сейчас там на винодельне, можешь показать саму бутылку? Да, конечно. Сейчас, минутку. Вот, вот эта бутылка. Называется 365, ну, здесь просто обратно видно, да, зеркально видно. И вот произвел эту бутылку в 2006 году. Патентовал бутылку, вот именно мой дизайнерский подход бутылки запатентировал. Потом, так как я не был виноделом, да, заключил контракт с дизайнерским винным заводом и у них разливал вот это вино и начал продавать. Вот я начал с продаж, так сказать. После года, да, после года уже понял, что мне по-любому нужно заниматься производством. И на территории, где вот у меня было производство бутылок, да, именно вот эта территория, где я сейчас нахожусь, здесь начал потихонечку устроить уже винодельню. И с 2008 года я уже производил свое вино, разливал свое вино и потихонечку начал подниматься. Слушай, но производство фруктовых, ягодных вин, это немножко другая история, в отличие от винограда, правильно? Здесь немножко по-другому нужно. Это совсем другая история, да. Если в виноградных винах, да, профессионализм винодела заключается в том, чтобы выявить цветочные, да, фруктовые тона, какие-то интересные тона и в ароматике, и во вкусе, да, вот именно то, в фруктовом виноделии, да, нету такого. Нужно сохранить именно аромат и вкус именно этого фрукта. И не надо выявлять какие-то новые тона. Здесь профессионализм именно заключается в том, что показать и сохранить эту сочность фрукта, да, и вот ту сочную ароматику передать потребителям, передать тому человеку, который будет пить. Я думаю, в принципе, у нас это неплохо получилось. У вас не то, что неплохо получилось, а получилось очень хорошо, потому что каждый раз, когда речь заходит о вине, фруктовом или там ягодном вине, соответственно, многие предполагают, что это Геворкян, Геворкян Вайнери, Ариас там 365 и так далее. То есть все, что касается именно бренда вокруг тебя, это очень-очень круто. Я всем нашим подписчикам очень рекомендую всегда, этот эфир у нас будет и в записи тоже. Я очень рекомендую обратить внимание на эту винодельню, потому что качество вина, которое делается из фруктов и ягод, это просто потрясающее ощущение, что ты их свежими ешь. А что касается вина, то мы вот сейчас как раз поговорим, потихоньку потом будем уходить во фрукты. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, вернее, есть очень много интересных технологий, которые применяются во всем мире и ты, по сути дела, на сегодняшний день первый человек, первый, я подтверждаю эту историю, потому что ты единственный, кто на сегодняшний день в Армении производит вина из, вернее, методом кахани. И вот, так как я произнес это слово кахани и оно достаточно надолго, по сути, запишется в головах у многих, что это такое, если называется кахани, то это, соответственно, Армения. Расскажи, пожалуйста, несколько, ну, то, как ты этим занимаешься и вообще, как ты к этому пришел? Ну, смотри, во-первых, я не первый человек, который использует этот метод, я использую этот метод в производстве. У нас в селах, да, очень многие люди используют метод кахани и из, ну, вкратце расскажу, что такое вообще этот метод кахани, да? Это метод заизумливания винограда. И это вино, которое получается из заизумленного винограда. Кстати, фотографии за мной, это как раз винодельня Вага Геваркена. Это очень-очень старый метод производства вина. И до сих пор в Армении очень много людей используют этот метод для того, чтобы получить сладкие, сладкие вина из-за изумленного винограда. Но в производственном масштабе первый раз мы попробовали вот воссоздать и попробовать более в стандартах, да, так сказать, в стандартах производить такие вина по этому методу. Потому что, ну, человек, который живет в селах, да, имея в виду сельский человек, он не сможет забродить вино, у которого, забродить до конца вино, у которого, у того сусла, у которого сахар доходит до 32, 33, 35 процентов. По-любому у них получаются сладкие вина, так сказать. И мы по этому методу, мы по этому методу попробовали сделать, произвести сухие вина с алкоголем 16 градусов. Вот у нас называется классическое каханы. Это сухое вино, где алкоголь 16 градусов. Есть еще полу каханы, где используем 50 процентов за изумленный виноград, остальные 50 процентов уже свежий виноград. Вот посмотрите, как раз завяленный виноград, как это на винодельме, как это происходит, подваливание. Довольно интересно вообще наблюдать. Запах невероятный стоит, аромат сумасшедший. Если переводить каханы на русский, да, это слово означает подвешивание. Вот это именно метод подвешивания. Вообще в селах, да, в своих амбарах люди для того, чтобы зимой сохранить фрукты, да, они подвешивают не только виноград и абрикос, ну, я имею ввиду фрукты, там, яблоко, грушу, да, и хранят для того, чтобы зимой кушать. И из этих людей всегда есть люди, которые из этого вот подвешивания, да, за изумленного винограда производят вина. Ну, в маленьких количествах, так сказать. И мы взяли вот основу, эту основу, и из этой основы воссоздали вот три вида вина, три типа. Первый тип называется классическая каханы, второй полу каханы. Вот это, то, что как раз сейчас светит. Да, вот это именно классическая каханы, и там 100% за изумленный виноград. Это полу каханы дезервная, где 50% за изумленный виноград. А это уже сладкая каханы, здесь тоже 100% за изумленный виноград. Но мы здесь заизумливаем 4 месяца, и здесь сахар доходит до 40%. И очень трудно потом уже бродить за это сусло, потому что сусло получается вязким, да, вот как мед, вот типа этого. И брожение у нас идет вот от 6 до 8 месяцев. Слушай, ну, я, во-первых, должен сказать, что не первый день тебя знаю. Мало того, очень важный момент, то, что к моим друзьям от меня всегда больше всего достается, вот, с точки зрения критики и так далее. Поэтому очень долгое время я, ну, как бы пробовал вина, что-то нравилось, что-то не очень. Но я хочу сказать следующее, что я буквально в последнюю поездку был реально поражен, поражен тем, какие получились вина вот по методу кахани. И то, что было сделано, это очень огромная работа. Я думаю, что вы еще будете удивлены. Вообще, нужно отметить, что виноделие Армении, по сути, ну, для меня, во всяком случае, не знаю, как ты скажешь, Вагин, с 2014 года я наблюдаю, как бы, те урожаи, которые пошли. И с 2014 года по сегодняшний день был сделан невероятный шаг в сторону качества и качества виноделия вообще в целом, что касается Армении. Поэтому могу с уверенностью сказать, что то, что я попробовал в крайний раз, приезжая к тебе на винодельню, вот эти вот вина по методу кахани, это было, это было очень, очень круто. Поэтому я буду с удовольствием всегда об этом говорить. Это не потому, что мы с тобой дружим и очень хорошие у нас с тобой братские взаимоотношения. Это именно вопрос качества. И любой винодел, конечно же, знает все свои недостатки. И когда винодела вы видите и говорите, да, это потрясающе, это очень хорошо, то винодел прекрасно понимает, что вы ничего не разбираетесь. Потому что реально он сам знает, что у него есть проблема в вине, а ты ему рассказываешь о том, что ничего себе, у тебя какие-то там крутые вины. Но вот сейчас, до этого момента, ты знаешь, мы с тобой говорили все откровенно, да, что мне не нравилось, какие нюансы. Но то, что сейчас происходит с этими винами, я был просто поражен. Поэтому это Армянский не сказал. Просто я перебил тебя на секунду, на секунду перебил. Артур Джан, без критики невозможно двигаться дальше, понимаешь? Мне всегда твоя критика нужна. Я просто прошу тебя, лучше... Говорить откровенно. Да, для меня, нет, намного лучше будет. Я намного быстрее буду развиваться, если ты будешь больше критиковать меня. И ты этим больше мне поможешь, чем мне говоришь, что вот это отличное вино. Ну хорошо, я тебя больше жду критики. Послушай, критика должна быть всегда здоровой, она должна быть понятной. И что критика? Вот мне не нравится. А что тебе не нравится? Ну просто вот не нравится и все. Так не бывает. Поэтому нужно объяснить каждому человеку, с которым ты общаешься, нужно объяснить. Ваги, ты же знаешь, что мне абсолютно ультрафиолетово. Я говорю всегда то, что думаю, то, что вижу. Поэтому я говорю еще более глубоко и больнее получается, когда это касается непосредственно близких, очень родных людей. И вот сейчас вот то, что Сэмми Кахани, резервная Кахани торчит у меня за спиной, это реально очень-очень крутое вино. Не говоря уже о том сладком вине, которое в маленьких бутылочках разливается. Очень рекомендую. И скажи, пожалуйста, в целом, как ты видишь, вот этот вот метод Кахани, он будет востребован? Сто процентов будет востребован. Для этого просто время нужно. И я хотел бы пару слов сказать, почему я вот именно выбрал такой сложный путь. Потому что это очень сложный путь. Это очень сложный путь. Да, вообще для, ну в этом вот именно для использования, почему я использую этот метод, я в этом вижу развитие виноделия, именно развитие армянского виноделия. Я не имею в виду именно вот моего производства, да. Я имею в виду, что мы должны рассказать, мы должны сказать миру, да, мировому рынку именно наше слово. И мы должны показать то, что вот именно наше армянское. И этим мы будем что-то выигрывать. Если все время производить вина из европейских сортов винограда, да, производить по таким обычным методам, которые все страны используют, то у нас не будет никаких отличий. А когда есть какое-то отличие, да, всегда этим человек выигрывает, бизнес выигрывает. Так что я в этом методе каханы поставил зернышко, маленькое-маленькое зернышко, да, для развития армянского виноделия на мировом рынке. Тут у нас обижаются наши зрители, что мы не зачитываем вопросы, которые они задают. Спрашивали по поводу, что вы скажете о винах 365. Ну, слушайте, мы сейчас как раз о них и говорим. Если у вас есть что сказать, тоже говорите, пожалуйста, вот владелец, хозяин этой винодельни. Очень тяжелый труд, говорит Аркадий Лалаян. Так, спрашивают, Нана Сандро спрашивает, вы негациант планируете ли вы высадить собственные виноградники? Да, да, да. Да, это все или ты скажешь где? Или пока не будешь говорить? А, честно говоря, то, что где это 100% решено, да, у меня, я уже приобрел маленькую часть земли в Айос Дзоре, потому что, по моему мнению и даже по совету моего хорошего друга, по секрету скажу, да, я вижу, что вот именно в Айос Дзор будет нашим Бардо, так сказать, да, вот. Армянским Бардо станет именно Вайос Дзор. И почему Бардо, а не Бургундия? Ну, может и Бургундия. Ну, с учетом того, что там есть Арэни и Вос Киат, абсолютно схожесть с бургундской частью. Я всегда это говорю, да, я тебе однозначно. Это Армянский Бардо, похоже, да. Да, Вайос Дзор – это маленькая Бургундия. Это однозначно, мы через несколько лет, ну, скажем так, 7-10 лет, мы увидим очень крутые вины из этого сорта, из сорта Арэни и из сорта Вос Киат. А как эта комната прекрасно пахнет, говорит Аттаян Сильвов. Вина просто супер, да, мы знаем. Гранатовый и выдержанный тоже вышка. Какой емкости бутылки по методам кахами? Анзор спрашивает. Ну, 750 миллилитров разливаем, мы полу-кахами и классическое кахами, а которое сладкое, сладкое кахами, разливаем только 375 миллиграммовые бутылки. А моносортовое вино кахами или нет? Нет, когда вот я вообще начал этот метод использовать с 2012 года, первый сделал в 2012 году, и я взял 4 арманских красных сортов, и первые вины у меня были экспериментальные, для того, чтобы понять, какой сорт себя показывает после заязомления. И первоначально я использовал арене, ахтанак Кахет Карбрахин, да, все 4 армянские сорта. Сейчас, на данный момент, я остановился на арене, я использую арене 85%, и использую 15% нырнене. Арене это у нас аборигенный сорт, как вы все знаете, да, автохтон, наш армянский старый, 60 тысяч лет, летней давности. И нырнене скрещенный сорт Каберне Савиньон Сапера Виаликан Души. Нырнене использую для... На нырнене я строю вино. У меня скелет вина строен на вот именно нырнене. Но ее использую только 15% во всех винох. А в 100% делаешь? 100% арене, каханы, каханы метод не делаю. Пока что. Ну, не пробовал, честно говоря, пока что не пробовал. Ну да. Ну, смотрите, после заизумливания, да, чуть-чуть теряется, ну, антоцианы, антоцианы чуть-чуть теряются. Имею ввиду, цветок по-любому теряется. И для того, чтобы в окончательном вине получить хороший цвет, да, именно поэтому я вот взял 15% на Армении. Слушай, скажи, пожалуйста, а, вот здесь все знают, что когда армянские женщины убирают, дома мужчины танцуют кочари. А что пьют армянские мужчины? Вопрос такой. Кондрачок Павел, что ты пьешь вообще? Я пью белое вино. Я больше... Больше люблю белые вины. Красные тоже люблю, но... Мне больше нравятся белые вины, честно говоря. Но именно, если говорить об армянском, да, вот, мужчины, так сказать, мы сейчас занимаемся тем, чтобы армянский мужчина не пил больше водку, а пил больше вина. Потому что у нас в Армении пока что очень много пьют водку. Подскажите, пожалуйста, подскажите, пожалуйста, какой потенциал у винолинейки Кахани? И сколько их можно хранить? Вот, Артур Джан, я думаю, на этот вопрос лучше ты скажи, потому что... Ну, само собой, я с удовольствием. Потому что я считаю, что эти вина имеют огромнейший потенциал. Огромнейший, потому что их структура достаточно сложная. Они сами по себе мощные, комплексные. И, кстати, при том, что даже высокий сахар, то кислотность все равно присутствует. Это очень приятно. После вкуса есть очень приятная кислотность. Поэтому однозначно эти вина могут жить порядка 10-15 лет спокойно. А то и больше мы будем видеть развитие. На самом деле, вот то, о чем идет речь, по поводу Кахани того же, это же по типу Амарона. Правильно? Амароны стайл, короче, там и так далее. Просто об этом говорить похожий вариант не стоит. Тем более, что используется технология, но используются другие сорта винограда. Никаких там Карвина, Родинделла и прочее нет. Поэтому это в этом отличие. И когда будете выслышать или видеть надпись Кахани, это будет означать, что произведено было по методу увяливания винограда, подвешивания винограда, но с местных сортов винограда, которые используются для этого вина. Вы абсолютно не пожалеете. Приблизительно в каком процентном соотношении есть потери? Например, если сравнивать с производством вина в Карасах. Если сравнивать с Карасах, ну так скажем, классическое Кахани, для того, чтобы производить классическое Кахани, нам нужно получить 16% алкоголя. Это означает, что нам нужно от 30 до 33% сахара. За изюмливость того, чтобы столько сахара поднялось. Но там еще поднимаются кислоты тоже, потому что из винограда выходит только вода. Все остальные матери, все остается. Кислотность тоже повышается, сахар повышается. И потери для классического Кахани у нас получается где-то вот из одной тонны мы берем 500 килограмм. 50% получается. А для производства сладкого Кахани нам нужно больше заизумливаться. Где-то 4 месяца. И сахар нужен до 40%. Там мы теряем где-то 75-80%. Я хочу подписчику обратить внимание. А вино в карасах, вот на вопрос я ответил окончательно. А вино в карасах, да, вот именно, там такая же потеря, как и в бочках. Вот доля ангела, которая бывает в бочках, то же самое количество, доля ангела идет и от караса тоже. Если внутри караса ничем не смазано. Теперь, Вак, очень интересно, я хочу прокомментировать одну вещь. Во-первых, вы видите, что есть карасы на винодельне. И самое интересное, что в Армении нет производства карасов. Правильно? Да, пока что нет. И все карасы, которые у тебя есть, вот стоят в хозяйстве? В хозяйстве? Это все старые. Сколько лет в среднем? В среднем сколько лет? У меня на двух карасах есть надпись именно какого года производства. На одном написано 1912 год, а на втором написано 1888 год. На остальных нет надписей какого года, но они все старые. Послушай, их приходилось выкапывать, ты покупал они, которые были, ну, в земле же они полностью не были зарыты, правильно? Нет, они у нас вот в селах, у нас по-другому хранили карасы. Не зарывали землю. У нас в амбарах, просто возле стен, стояли карасы на пеньках обязательно. Но это не вариант к вевре, это не тот вариант, который, как это корректический метод. Нет, это не тот вариант. И вот бревнами они просто прикреплены к стенам. И именно вот в амбарах наших армянских марганов, так сказать. Скажи, а ты вот покупаешь когда, они же не все, я знаю, что многие покупают в Армении вот эти карасы, и в частности, если трещины какие-то, вы же проверяете, смотрите, то, что в трещины, они идут как декорации. То, что рабочее, можно использовать, вы его держите. Сколько можно покупать карасов? Сколько их вообще? Их же огромное количество скупается за последнее время. Нового ничего не производится. Сейчас очень мало осталось, честно говоря. Но пока еще есть. Пока еще есть. Но все равно надо начать производство, потому что по-другому уже никак. Слушай, ну понятно, кто-нибудь кто-то начнет. Если бы у тебя, наверное, было бы время, ты бы это тоже начал бы этим заниматься. Что там твоего опыта? Зорика, ты знаешь, который производит Зора Карасы. Вот, по-моему, у них вот в Рынде есть человек, который хочет потихонечку, Азорика организовывает этот процесс, чтобы они потихонечку начали производить Карасы, большие Карасы. Маленькие производят, там, до 100 литров производят в Армении, но это маленькие, это нам не подходит. Вак, скажи, пожалуйста, ну, я знаю, я-то знаю, что в Армении используется в большей степени Арцахский дух. Да. Правильно? Ну, с учетом того, что есть несколько бандарин, правда, надо найти тот вариант, который бы хотелось. Подскажи, пожалуйста, ты используешь какой и от кого? Я бы хотел пару слов сказать именно о древесине, о армянском дубе. Ну, армянский дуб, мы подразумеваем Карабахский дуб. Потому что все в Армении знают, что вот именно самый качественный дуб в Армении это в Карабахе. Оно отличается от американского типа и от французского типа мочек. И чем отличается и чем отличается вот армянский дуб, дуб, Карабахский дуб, оно очень, очень экстрактивное. То, что можно получить от армянского дуба за 4 месяца, от французского дуба получается за 6-7 месяцев. Это первое. Во-вторых, в армянском дубе присутствуют такие тона, которые нету ни в американском дубе, ни в французском дубе. И есть аромат кожицы абрикоса, который вот типичный армянский аромат, типичный армянский аромат, который ни в каком дубе нету такого. Это вкратце об армянском дубе. Но подожди, надо добавить то, что для того, чтобы сделать бочку французскую, например, для этого используется дуб где-то порядка 80 лет. Если брать армянский дуб, то это 120 лет. То есть, по сути, для того, чтобы она достигла бы такого же объема ствола, то нужно как раз 120 лет. Поэтому здесь вопрос в первую очередь это временной диапазон. Второе эти вот свойства, которые есть, я хочу отметить, спасибо тебе огромное. Я думаю, что Александр Павлович Сикорский сейчас с нами вместе, он слышит. Благодаря тебе у меня получилось подарить нашим виноделам несколько бочек. Левкадия, Константин Дзитоев, имение Сикор, и Масхака, Сергей Дубовик. То есть, по сути, ребята выдерживают вина, им они очень-очень нравятся, я думаю, что скоро к тебе обратятся по этому поводу. В любом сути, нужно отметить, что он себя очень красиво показывает, самое главное знать, кто производитель и кто делает эти бочки, потому что любой хороший продукт можно испортить. Также хороший виноград, как я знаю, у нас есть многие, которые выращивают виноград очень круто, но вино из него делать не умеют, поэтому я им рекомендую в основном продавать. Так вот, у тебя в основном что за бочка, что это такое? мы покупаем, мы сами не производим пока еще, но может быть в дальнейшем, дойдем и до этого, покупаем от компании армянского, которая производит коньяк Арарат. завода, вот, ну, то есть, по сути, компания Перно-рикар завода, от Перно-рикар и они нам дают гарантию по ферментации дуба, они дают гарантию, что именно два года ферментирован дуб и дерево тоже немолодое, и исходя из этого качество уже чувствуется, есть еще многие производители в армии, которые производят бочки и все производят из Карабахского дуба, но честно говоря, некоторые выдерживают в шкафах как бы там температурные для того, что подсушили. У меня, да, я не хочу говорить, кто, как делает. Но ты не хочешь, я хочу. Да, я хочу. Я считаю, что к сожалению большому есть определенный опыт у некоторых виноделин, которые брали не очень, скажем так, качественные бочки и страдали от этого. Поэтому то, что я у тебя забирал, это было очень-очень круто, и я думаю, что виноделы еще по этому поводу выскажутся. Российский винодел, который... очень важно, потому что у тебя молодое вино может быть суперским, да, и ты просто испортишь это вино, если разольешь бочку, в котором там ферментация была всего один год, и после шести месяцев у тебя такие зеленые тона будут вине, что уже больше не сможешь ничего сделать. круто, что у нас такой разнообразный рынок, а вина, сделанные методом Кахани, по-моему, будут востребованы, так как с финанской кухней сочетаются такие яркие насыщенные вина, согласен. Расскажите, пожалуйста, почему гранатовое вино называют винным напитком, а вино бутылки вашего гранатового вина написано гранатовое вино? Хороший очень вопрос, очень хороший вопрос. Вообще фруктовые вина, у каждого виноделя есть свой стиль, свой подход к вину, но по стандартам есть уже госты, и люди работают, производители работают по разным гостам, так сказать. Мы работаем именно по госту фруктового натурального вина. Что это означает? Еще есть гост винного напитка. Фруктовое натуральное вино это то вино, в котором использован именно этот фрукт. И там не использован ни граммов винограда или виноградного сусла или винной кислоты, имею ввиду виноградного материала никакого не использовано в этом вине. Это уже гост фруктового натурального вина. И поэтому мы на бутылке пишем номер этого госта и по номеру этого госта наше вино называется натуральное фруктовое вино. Разница в этом. Я говорил о том, что есть технология гост по производству натурально фруктовых вин, фруктово-ягодных вин. Есть технология винного напитка. Винный напиток это тот напиток, в котором можно использовать фрукты, фруктовые концентраты и виноградное сусло, виноградное вино, даже какие-то спирты. Это называется не вино, а винный напиток. Гост, по которому мы работаем, это именно российский гост натуральных фруктово-ягодных вин. И по этому госту нельзя во фруктовых винах использовать виноградное вино, виноматериал и какой-то продукт, который получен из виноградного вина. Это винокислота, винокислота. Вообще винокислота бывает только в винограде. Других фруктов винокислоты нет. И очень-очень легко в России могут сделать анализы и посмотреть. Если во фруктовом вине есть винокислоты, это означает, что это винный напиток, а не фруктовое вино. И делают такое. не мы прекрасно знаем, что делают. Во-вторых, смотрите, я еще хотел пару слов сказать о том, что у очень многих людей, очень так сказать, профессионалов есть такое мнение, что фруктовое вино это же не вино. Все равно это напиток, потому что сделано не из винограда. Почти все профессионалы так говорят именно о фруктовых винох, о гранатовом вине. Я очень хорошо это понимаю, потому что вино это означает, что сделано из винограда. Но хочу вам сказать пару слов о том, гранатовое вино вообще из фруктовых вин основы это гранатовое вино. Гранатовое вино в Армении производили даже до того, как у нас христианство приняли как государственное дохристианство у нас уже производили гранатовое вино. И у нас есть матенадарак, знаешь, это хранилище наших старых книг. Есть книги, где написано, что когда Армения была языческой, у нас была другая вера. в это время наши языческие храмы были алтари. И наши алтари омывали именно гранатовым вином. Потому что гранатовое вино являлось антисептиком. Потому что в гранатовом вине самое большое содержание кислоты, кислотность очень высокая. И этим омывали алтари языческих храмов в Армении. И после того, как христианство пришло в Армению, в Армении где-то 400 лет запретили, чтобы в Армении кто-то производил гранатовое вино. Для того, чтобы люди забыли, что была какая-то связь с язычеством. Понятно, интересно. Да, так что имею в виду, что может быть, нет стандарта отдельного для гранатового вина, для фруктового вина, нету мирового отдельного стандарта. Над этим мы тоже думаем, как сделать, чтобы создать именно новый тип напитка, новый тип напитка, который не вино. Потому что я тоже очень хорошо понимаю, что для общей массы вино все равно для вино из винограда, не из фруктов. Но вот у гранатового вина есть такая очень старая история. В следующем часе мы с тобой поговорим о гранатовых и вообще фруктово-ягодных винах в целом, потому что это отдельная тема, это твой конек, и надо об этом говорить. Возраст караса играет роль, спрашиваете? Играет роль, ну, карас что делает? Карас в карасе вино происходит микро оксидацию вина, да? И там играет роль именно не то, что возраст, а как сказать, Артур Джан? Именно налет, который остается, ты имеешь ввиду? Не, 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 не налет. Насколько проходит кислород из этой толщины, да, от караса, вот, проходимость кислорода, так сказать, да? Я понял, то есть, по сути, как вот, не смазывается изнутри ничем, то есть, не воском, ничем. Я не смазывал, нет. А вообще, по традиции, это было как, потому что в Грузии смазывают и снаружи делают, и изнутри воском делают, там, причем, что я знаю, что использовали огромное количество различных трав, навоза, опять-таки, и так далее, то есть, это очень отдельная вообще тема, которую можно посвятить. Так вот, ты про что? Смотрите, если смазывать карас, то оно превращается в обычную тару, бутылку. Вино больше не дышит в карасе. А мы получаем качество, мы получаем микрооксидацию от того, когда вино дышит. А вино дышит, когда оно не смазано, когда из маленьких дырочек проходит кислород и из вина выпаривается вода. Это тот же самый процесс, который происходит в бочках тоже. Только микрооксидация от караса бывает больше, чем от бочки. я понял тебя. У нас в Армении тоже в селах и в старые времена тоже смазывали. Смазывали воском, смазывали масло использовали какие-то и животные масла, и травяные масла использовали для того, чтобы закрыть поры. Но когда ты закрываешь все поры, у тебя вино больше не дышит. Не дышит, да. У тебя карас превращается в обычную бутылку. Большую. Это именно мое мнение, Артурджа. Я не знаю, как другие скажут. Нет, я с тобой абсолютно согласен. грузины скажут насчет их ковеври. Там совсем другая история. Там совсем по-другому все. Там технологии, которые используются на сегодняшний день в Армении и технологии, которые используются в Грузии, это абсолютно разные типажи по разным подходам. Поэтому здесь говорить об этом это вообще достаточно большая крутая тема. Вот как раз из имения Сикоры Кислицын написал спасибо за бочки для имения Сикоры. Очень им понравилось. Самый честный винодел Армении. Видишь, пишут. Спасибо. Кстати, Ноне Манухян пишет поздоровалась и может быть аллергия от вина. Что скажешь? Может быть аллергия от вина? Я так не люблю такие вопросы. У кого-то может, у кого-то нет. У кого-то может быть. Вообще аллергия бывает наверное от я так думал от количества СО2 которое есть в винах. Ну я тоже сторонник того, что мало использовать СО2 и вообще не использовать даже. развитие мирового виноделия именно по моему мнению придет к тому, что виноделия не будут использовать СО2. Придет такое время. Ты так думаешь? Я так думаю, да. Спасибо за подробный ответ по поводу винного напитка. Это часто задаваемый вопрос. Так как многие смотрят этот эфир, хотелось чтобы лично производитель ответил на этот вопрос. Скажи мне такую вещь. Вот ты делаешь помимо метода Кахани, помимо ягодно-фруктовых вин, ты еще делаешь обычные вина. Да. А обычные вина это я имею ввиду сухие из других сортов винограда. Во-первых, чего ты делаешь у себя больше красного или белого? Красного. Ну по сути мы прекрасно знаем, что в Армении 70% это красные вина, 30% это белые. В Грузии это происходит наоборот, потому что там очень много белого винограда и вообще застолье, когда ты сидишь за столом. в Армении белого винограда тоже много, но в Армении белый виноград используют коньяка. Да. Я хочу отметить, те, кто не знают, в общей сложности в Армении по разным данным где-то примерно 18-19 тысяч гектаров виноградников это очень мало по сравнению с той же Грузией 55 или с той же Испанией 1 миллион 190. Но мы работаем над этим, Артур Чар, работаем. Да, но нужно отметить, что на вино используется, вернее, на крепкие напитки, на бренде используется 12 тысяч гектар виноградников, а остальное используется на вино. То есть, по сути, в Армении винограда не хватает на сегодняшний день. В учетом того, что будет дальше происходить, это, конечно же, очень-очень много всего. Так, а какой процент сахара при розливе? В чем? Спасибо. Ну, при розливе вин кахани, наверное, скорее всего. В сладком кахани у нас 120-130 грамм сахара остается. 120-130, это хорошо. Да, а в сухих винах до 0,4%. Это стандарт сухого вина. В сухом вине сахар может быть до 4 граммов. Речь сейчас я хотел бы все-таки затронуть глубоко, что такое гранатовые вина, потому что Армению пока знают именно как производителя гранатовых вин. Когда говоришь виноделие в Армении, все удивляются, что в Армении есть вино, мы знали, что только гранат и фруктовые вина. Поэтому основная идея сейчас нашего второго часа, условно говоря, поговорить более подробно как о самом виноделии, так и, конечно же, о сложностях производства гранатового вина. Ведь это не просто так взять гранат, его раздавить и сделать. Здесь есть огромное количество различных сортов. Очень бы хотелось подробно от тебя услышать, какое количество сортов, где они растут, сахаристость и так далее. Да, да. В Армении вообще гранат растет в двух регионах. В Армении гранат растет в Карабахе и растет в южной части Армении, где граница с Ираном. Это регион Сюника, город Мегри. Мегринский регион называется. В Мегринском регионе гранат растет где-то от 400 до 600 метров над уровнем моря. Я имею в виду это самая низкая часть Армении. Потому что Араратская долина это 900 метров, 800, 900, 1000 метров. В Аутзор это уже 1200 до 1600, 1700 метров. Имею в виду Мегринский регион это самая низкая часть. Карабахский гранат по моему мнению подходит больше для производства гранатов сока. Мегринский гранат подходит именно для производства гранатового вина. Я скажу отличие. Вообще есть в Армении где-то 5-7 от 5 до 7 видов сортов гранатов. но в общем взятые можно сказать 4 вида. Из этих 4 разделяются на 7. И в Карабахе в Карабахске гранат растет в Карабахе там больше кислотности меньше сахаристости. А где больше кислотности там и есть больше ароматики. Но для производства вина мы с тобой хорошо знаем что сахаристость тоже нужна. В мигринском гранате есть и сахаристость и кислотность. Вот это главное различие. Но мигринский гранат в общем взятый там есть и красные сорта и белые сорта. И в общем взятые получаются что цвет мигринского граната более светлый получается чем цвет карабахского граната. Поэтому карабахский гранат больше используют для соков. Потому что там именно темно-красный цвет нужен. Но есть виноделья для которых нет никакого различия. Бакс, скажи пожалуйста такую вещь. Я хочу прервать тебя ненадолго. Дело в том, что довольно часто общаюсь с различными виноделами, те, которые делают вина отдельно, понятно, гранатовый отдельно. И вот я сталкиваюсь с тем, что многие утверждают, что невозможно сделать из 100% граната вина. Ты как специалист можешь сказать, почему так об этом говорят, что это очень дорого, либо вообще не получится. очень многие говорят, что гранат дорогой фрукт, и как из граната, который стоит килограмм 2 доллара, можно получить вино, которое стоит 4 доллара. Вот я вам скажу по секрету, тот гранат, который продается на рынке, оно может стоить 2 доллара, потому что для того, что есть гранатовое дерево, на этом дереве где-то 20-30% тот гранат, который подходит для продажи на рынке, все остальное там с трещинами, потому что изначально природа создала гранат не как целый фрукт. Когда гранат созревает, именно окончательно созревает, гранат открывается как цветок. И самое качественное вино гранатовое получается от того граната, который раскрыт. Понятно. И вот этот гранат, который уже невозможно продать на рынке, этот гранат можно купить на 4 раза, на 5 раз подешевле, чем рыночный гранат. Ты пробовал вина турецкие гранатовые? Говорят, что в Турции делают вино. По-моему, гранат делают во многих местах. Да, гранат делают во многих странах. Израиль очень развит по гранатовому вино, производство гранатовых вин. Там есть очень качественные вины, которые продаются за 100-120 евро, за бутылку. Значит, ли цена, что это стопроцентный гранат получается? цена? Да, конечно. Я сам знаю, как они производят, честно говоря. Сам вникал в это и не знаю, чем отличается. Там даже не спрашивают, это стопроцентный гранат или нет. Как-то несерьезно спрашивать вопрос в это. Скажи мне, вот те производители, которые говорят о том, что невозможно сделать из чистого граната, соответственно, получается, что они лукавят. Что это неверное судило. Я хочу понять, почему невозможно. Не могу понять. Я тоже не могу понять, потому что каждый раз я привожу в пример тебя, я говорю, а вот вак. Ну, там, говорит, непонятно, что происходит. Я говорю, мне понятно, вам непонятно. Поэтому, ну, все очень понятно и, честно говоря, там больших секретов нету. Просто нужен подсот грамот. Где в Армении самые большие сады гранатов? Больше, наверное, в Карабахе. Больше в Карабахе, да? Да. Как раз задают вопрос, что скажете про гранатовое вино от Иджи Ван? Я хочу сказать, что мы сегодня общаемся с, причем, бесспорно, человеком, производящим гранатовое вино номер один в Армении. Об этом знают абсолютно все. Поэтому... гранатовое вино очень хорошее гранатовое вино. Видишь, как хорошо. Сам производитель отвечает по поводу коллег. Хорошая гранатовое вино. Да, есть, конечно, я не про них, а про других, конечно, есть такие образцы жуткие. Застрелиться можно. Ощущение, что у тебя все рецепторы просто вымерли. скажи, пожалуйста, вот гранатовое вино, процесс производства, он сложнее, чем производство виноградного вино? Оно отличается, намного отличается. И еще есть важный момент, гранатовое вино, ну, гранатовое сусло очень боится оксидации, боится воздуха, так сказать, да. Нужно учитывать этот момент, да, кислорода очень боится. Но есть свои отличия, просто нужно аккуратно подходить к производству, все получится. Ну, отличия, имеется ввиду, ты же не отделяешь кожицу от ягод самих, то, что находится там. Или ты же все вместе это делаешь, или это по отдельности? Я все вместе делаю. все вместе. Вместе с кожицей, скажу. Я могу сказать, почему я отделяю, потому что в процессе этих долгих лет каждый год мы пробуем по-другому, все варианты, так сказать, по-разному пробуем производить, чтобы понять, какой способ самый-самый качественный получится. И мы пробовали производить гранатовое вино с чистых зерен, так сказать. Изначально отняли кожицу, отняли даже внутреннюю часть граната, вот эта белая часть граната, которая внутри находится, где зернышко прикреплены к этой белой части. И вручную разделили только зернышко граната, прессовали, взяли сок, чистый сок, и после выражения этого сока поняли, что только в чистом соку граната нет ароматики именно вот граната. Вся ароматика и вкус больше всего находятся в кожуре. Нужно просто грамотно ее взять от кожуры. Потому что если много возьмешь, оно будет горьким. Если мало возьмешь, то вкуса мало будет. Именно нужно взять столько, сколько нужно. Скажи мне, а сколько ягод граната находится в самом гранате? Хороший вопрос. Ты как человек опытный. вопрос? Слушай, ну так сколько? На этот вопрос можно я отвечу историей? Давай. если хочешь что-то знать, нужно смотреть историю. Исходить из истории. В 2006 году я искал название для своего бренда, для своего гранатового вина. Я думал, советовался с людьми. И расскажу маленькую историю. мы с друзьями, с моими друзьями пошли в институт языка Армении. У нас до сих пор есть такое. Назвается институт языка Арнастского. Пошли туда, чтобы спросить, как можно вообще назвать гранатовое вино? Какие названия есть? Какие интересные названия есть? И где-то три-четыре часа мы там сидели и общались с разными людьми. Я записал все названия, но ничего мне по сердцу не было. Ничего мне не понравилось. Потом, когда выходили из здания этого института, человек, который сидел в КПП, он так по плечу мне сказал, слушай, сказал, ты знаешь, что в одном фрукте граната есть 365 зернышек. Я говорю, как? И он рассказал, что есть такая армянская старая легенда, что гранат содержит 365 зернышек. старые времена в Армении, когда люди женились, когда свадьба была, крестный отец дарил один плод граната жениху и брал бокал вина и говорил жениху, что нужно, чтобы он каждый день одним зернышком кормил невесту, чтобы жена была плодотворной, потому что гранат это символ плодородия. Плодовитый. Да, плодовитый, чтобы были дети, так сказать. и исходя из этой легенды, говорили, что гранат содержит 365 зернышек. Но никому не приходило в голову посчитать? Я считал. Понятно, я. Около того получается. Может ли быть гранатовое вино сухое? да, может быть? В принципе, это же делать. может. Я так скажу вам, у меня пока еще нет сухого гранатового вина. Я уже, наверное, седьмой год работаю над этим. Мне пока еще не нравится то, что у меня получается. Честно говорю вам, мне пока еще не нравится. Но может быть, может быть, потому что я вижу, как это может быть. Но пока еще то, что получается, мне не нравится. Но я сто процентов по Артурчану обещаю, что я буду производить сухое гранатовое вино. гранатовое Слушай, это очень круто, конечно, твои и полусладкие, и сладкие, резервные гранатовые вина, они просто потрясающие. Ощущение невероятное. Поэтому здесь даже не приходится ничего говорить. Но ты скажи, пожалуйста, такую вещь. А помимо граната ты еще делаешь что? Какие вина? 7 видов у нас пухтовые ягодные вина. Второе вино, ну, второе вино, так сказать, которое мне больше нравится из пухтовых вин, это абрикосовое вино, которое тоже истинно армянское, армянское, да, потому что абрикос тоже является символом Армении, даже на латыни, да, абрикос, называется пуника арменика, фрукт Армении, да, вот, имею в виду, и по органолептике, по ароматике мне вот второе из фруктовых нравится абрикосовое вино. Оно самое, самое трудное в производстве из фруктовых вин, это производить производить именно абрикосовое вино, очень быстро портится, очень быстро портится, вот, именно фрукт, вот, если вы дома покупаете абрикос и поставите на стол, да, на второй день оно уже испорченное. Но ты говоришь про настоящий абрикос, а в химии она будет стоять еще. я хочу напомнить, что вот за мной бутылка, которая, это бутылка айвового вина, правильно? Нет, это абрикос. А, вот это абрикос, да, это абрикосовое вино, да, но я хочу отметить, что бутылки-то делает кто? Делает сам вам, собственные бутылки, и поэтому когда вы видите различные вариации там маленьких бутылочек в виде фруктов там, ягод и так далее, это вот как раз все то, что делает ВАК и его бутылки. Это наш следующий unique point, так на английском сказать, наша уникальность следующая, в которой мы очень отличаемся от других производителей. Мы изначально произвели бутылки, так как я рассказал, я изначально был стекольщиком, я изначально произвел бутылку в виде граната. Потом, когда начал уже производство фруктовых вин, уже перешел на производство других бутылок в виде фрукта. И у меня сейчас есть 7 видов фруктовых вин и 7 видов бутылок. Гранат, ежевика, айва, абрикос, кизил, клубника, вишня. Да, вот это вот вишня, которую вы показываете. Да, это вот бутылка вишни. Она прозрачная, да? Да, все бутылки прозрачные или полупрозрачные. Есть матовые бутылки, но они все равно полупрозрачные. Все бутылки стеклянные. А это уже абрикос бутылка обычная. Это абрикос классические, бутылки бардо, да. Скажи, а это то же самое вино, которое разлито в бутылку и разлито в специальный вино? Да, вино тоже самое, отличие только в бутылке. Да, они все называются 365, и единственное вот именно в гранате есть у нас резервное гранатовое вино и сладкое гранатовое, ликерное гранатовое вино, Ликерное ты крепишь соответственно? Ликерное ты крепишь? Нет. Ты не крепишь? Нет, я не креплю. Нет. А почему называешь его ликерным? Потому что я добавляю сахарный ликер туда и брожу до 15 градусов. Я добавляю сахарный ликер сусла, повышаю сахаристость сусла и брожу его до 15 процентов алкоголя. У меня там остается сахар, где-то 200 грамм сахара остается. Получается 15 процентов алкоголя. на 200 грамм сахара. Вино, которое идет резервное, ты его выдерживаешь в бочке. А резервное гранатовое вино мы выдерживаем в карабахских бочках 6 месяцев всего. Выдерживаем, но не в новых бочках. В использованных бочках выдерживаем 6 месяцев. здесь еще отличие в том, что в резервном гранатовом вине у нас алкоголь 13 или 13 с половиной градусов и сахар где-то 60 грамм на литр. Я хочу отметить, что все эти вина есть у меня в гиде. Многие сейчас спрашивают, а где можно приобрести эти вина. И человек спрашивает, в Казахстане есть где-то, где можно это вина купить? В Казахстане нету. Нет. В Казахстане сейчас у нас нету дистрибьютора, но мы ищем. Так что может этот человек станет вашим представителем в Краснодаре. В Казахстане. В Казахстане. Так. Почему винная Армения такая абсолютно обалденная? Как ты думаешь, кто этот вопрос мог задать? В чем наш секрет? А, женщина, наверное. Лет 30. Да, 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 точно. Это наша Амалия Акопова. Амалька наша родная, да. Это Вартануш Грандман. Да, Вино гранатовое Мегри Резерв это лучшее гранатовое вино из Армении, которое есть в России. Согласен. Да, это очень круто. Вино обязательно. Вино Мегри выдержанное очень понравилось. Амалька пишет 365 солнечных дней в Армении, поэтому ягод 365 наверное. Все в ваших руках, считайте. Спасибо за ответ, буду ждать, хочу попробовать. У Вага есть вино репаса из вяленого винограда, ничем не уступает итальянским производителям, мы уже об этом говорили. Сухое гранатовое вино будет новостью, будем ждать. Дистиллят абрикосов и просто бомба. Круто продолжайте в том же духе. Кто дистрибьютор в Российской Федерации? Спрашивают. В Российской Федерации у нас несколько дистрибьюторов. Мы работаем с компанией Luding, с компанией Ереванский коньячный дом и с компанией Amelie Russe. С тремя компаниями работаем. Понятно. Так, каждый год вина фруктовые отличаются или каждый винтаж более-менее одинаковый? В фруктовых винах так как именно нужно сохранить вкус фрукта, большие отличия не бывают. Отличия может быть только в сочности, в ощущении сочности вина. в том, что каждым годом мы больше понимаем язык фруктового вина и язык именно этого фрукта и пробуем сделать что-то новое. отличия могут быть только восприятие сочности фрукта, так сказать. тест Узбекистан задает вопрос повторно. Я ваш вопрос видел, он мне очень нравится, поэтому я задам сейчас. Уважаемый Ваг Джан, согласитесь ли вы с таким утверждением, что главный конкурент армянскому вино является, например, не грузинское вино, а армянский коньяк? Вопрос задаю повторно. Я видел ваш вопрос. Хороший вопрос. Грузинское вино не наш конкурент. Честно говоря, я не считаю грузинским нашим конкурентом не считаю вино, потому что там свой типаж, свой стиль. Да, там свой типаж, свой стиль, грузинский вино, они по качеству, есть очень суперские грузинские, которые я пробовал, у меня очень хорошие друзья есть, грузинские производители, я их очень уважаю, и именно для меня грузинские вино, они на уровне, честно говоря, я не знаю, кто как скажет, кто как относится к этому, но я с очень большим уважением отношусь к грузинским винам, но они нам не конкуренты. у нас другой путь развития, я совсем по-другому вижу развитие армянского виноделия, даже ценовую политику армянского виноделия по-другому вижу, и соприкосновенности нету с грузинским часом. Добрый вечер, расскажите, пожалуйста, немного о потенциале вин и сорта арени, в каком регионе Армении он выступает во всей своей красе. Леопардово на 85. Я отдельно посвящу это обязательно этому тему. Сорт винограда арени уникальный, есть на что обратить внимание. Для фруктовых вин используются специальные сорта или обычные столовые? Что означает обычные столовые? Нет, используются какие-то специальные сорта для производства фруктовых вин или это обычные столовые фрукты, ягоды? По гранатовому вину вам скажу, да, потому что вообще в фруктовых винах основатель так сказать гранатового вино фруктовых винах. В гранатовом вине конкретно мы используем 4 вида и из этих 4 вида собираем разные купажи. Это в каких винах какие купажи собираем это уже наша специфика и наши секреты производства так сказать. не все эти 4 вида продаются на рынке на столе имею ввиду как столовый гранат, как тот гранат, который просто люди покупают и едят. Из этих 4 видов по-моему 2 вида всего продаются на рынке. в России в пределах 1000 рублей нормальных грузинских вин не встречал по соотношению цены и качества не сравняться с армянскими винами. не так много грузинских винт в этом ценовом сегменте но они есть и я хочу сказать что есть достойные образцы на которые стоит тоже обращать внимание это было бы неправильно в целом говорить это хорошо это абсолютно разные стили характеры вкусы так вы баловались созданием водки планируете сделать вагджамп нет мы когда-то производили только вот абрикосовое бренди но я скажу почему потому что когда мы собираем абрикос для производства абрикосового вина мы где-то 50% из этого сусла выходит материал для вина остальное 50% у нас получается как типа абрикосового сока типа пюре более такое и первые годы мы получали дистиллят из этого материала разливали продавали но водка фруктовой водки или коньяк это совсем другое производство и я не хочу вникать в это потому что я лежит душа либо не лежит да это вообще не мое честно говоря не стоит заниматься тем что вообще не твое лисия тагирова пишет можно поехать на фестиваль винный в Ереван и там испить все арени или можно прийти на презентацию винного гида в Москве приехать и перепробовать все самые лучшие арени не просто так что ты просто прошелся и непонятно что попробовал какое вино вас удивило крайний раз что запомнилось чем вы одушевились и от чего кайфанули честно говоря я очень люблю итальянские вины вообще меня воодушевило то что в 2008 году я посетил регион Требизо это северное часть Италии и я посетил большую часть виноделин которые находятся в Требизо ощутил так сказать что означает качество вкус и ну так сказать наверное первый раз в 2008 году я почувствовал и через мое тело пронес вот эту маленькую дрожь которую ты чувствуешь от качественного вина Игорь 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 Ольховик пишет спасибо за ответ по фруктовым винам очень интересно каким образом при производстве фруктовых вин удается достигать необходимое использование обычных столовых сортов достигать кислотности при использовании тоже хороший вопрос потому что в разных фруктах разная разная кислотность при производстве гранат у нас вот так хватает кислотность даже иногда приходится думать как опустить даже кислотность потому что там чересчур бывает в остальных фруктах для того вот я расскажу про абрикос если взять свежий уже спелый абрикос то там кислотности очень мало и для того чтобы в вине получилась кислотность мы изначально собираем покупаем тот абрикос который еще не спелый который еще чуть-чуть зеленый в этом зеленом абрикосе кислотность очень высокая и изначально мы собираем этот абрикос подготавливаем ее как материал как кислотный материал для того чтобы потом полученный материал от свежего абрикоса добавить вот это самое и повысить кислотность во фруктах только в абрикосе бывает мало кислотности ну в тех фруктах которые мы используем вишня очень хорошая кислотность ежевит не очень хорошая кислотность ну во всем хорошая кислотность кроме абрикоса а вот еще вопрос от Узбекистана вопрос для Вак Джан и Артур Джан известны ли вам случаи создания вина в какой-нибудь стране специально как гастрономической пары для главного национального блюда своей страны например подхаш нет я не знаю такого подхаш всегда водка была в Армении смотри Артур в Армении вообще есть такой обычай когда ну не все так делают но есть такой обычай в Армении когда едят хаш пьют водку всего три рюмки в течение да вот того как едят после трех рюмок переходит на белое вино вот так вот да вот так что видите скажи что бы ты хотел сказать сейчас российским вот людям которые слушают тебя кто-то очень любит кто-то послушает и увидит эту передачу на ютубе на инстаграме опять-таки на IGTV мы будем публиковать подскажи пожалуйста вернее может ты что-то хочешь обратиться сказать объяснить у тебя есть такая возможность да ну во-первых я хочу поблагодарить российского потребителя да хочу поблагодарить что потому что они потихонечку потихонечку начинают понимать начинают ощущать что такое качественное вино я не хочу этим как-то вот имею ввиду вот никто не обидится наверное от меня что я так говорю но в Армении такой же процесс потому что если в целом взять не весь народ понимает что такое качественное вино и как ощутить качество вина как понять качественное или нет и хочу поблагодарить что именно вот армянское вино да как в своем стиле и вроде уже как-то начал продаваться на российском рынке да началось продвижение армянского вина и потребитель уже начал ощущать понять именно армянская вина слушай ну во-первых я хочу сказать что подожди секунду подожди секунду чтобы ну ты сейчас соберешься с мыслями я просто хочу сказать что вот тест Узбекистан пишет не только российским у нас эфир международный я абсолютно согласен да я почему-то ну как бы сказал о том что только российский хотя нас нас видят очень-очень многие как насчет потребителя Узбекистана честно говоря я не знаю потому что ну ни разу не был в Узбекистане ну значит надо будет поехать значит надо будет съездить туда да ну у нас есть очень хороший друг там да в Узбекистане да или в Казахстане автор наш друг в Казахстане в Казахстане у нас еще будут друзья в Узбекистане скоро да ну надо поехать посмотреть и понять да как простой потребитель как относится к вину я даже не знаю в Узбекистане больше пьют вино или водку давай по поводу твоего обращения что ты хотел еще отметить во первых я бы хотел сказать что простой по простому потребителю хотел сказать что не надо пить вино без ощущения вино это культура вино это труд вино это солнце солнце которое перешло в какой-то напиток это 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 что-то божественное и надо обязательно надо почувствовать то что ты пьешь и для того чтобы почувствовать да надо надо с пониманием относиться к этому напитку я имею ввиду вино не алкоголь и я честно говоря не люблю когда говорят когда относятся к вину как к алкоголю и употребляют вино для того чтобы опинеть в эфирах с нами был замечательный и лучший винодел по гранатовому вину в Армении я это буду говорил и буду говорить Ваак Геварьян очень очень приятный человек во всех отношениях если будете в Армении обязательно договоритесь с ним он конечно может воспринять ну лучше бы что сделал бы он от души он конечно всегда от души делает но просто если вы хороший человек он однозначно вас еще лучше встретит и все расскажет и покажет поэтому огромное спасибо всем кто были огромное спасибо тебе не болейте побыстрее бы закончилась эта история мы могли путешествовать Ереван Вайндей насколько я знаю перенесли на сентябрь по-моему да в сентябре обычно это проходит с 1 по 3 мая праздник невероятный народу огромное количество все гуляют отдыхают пьют дай бог чтобы этот праздник состоялся хотя бы в сентябре вот и как можно быстрее мы вышли бы уже из-за той ситуации в которой сейчас находимся спасибо тебе огромное и давайте выпьем за то чтобы мы поскорее начали так жить как жили до этого вируса всем дай бог